Трубоэлектросварочный цех номер 2 – один из трех основных цехов Северского трубного завода. Как на любом промышленном предприятии, здесь необходимо соблюдать меры предосторожности. Работники цеха со всей ответственностью подошли к встрече со школьниками. И первое, что они сделали, провели с девятиклассниками инструктаж по технике безопасности. Инженер по охране труда Наталья Якимова доходчиво во всех подробностях рассказала школьникам о том, с какими вредными факторами ежедневно в процессе работы сталкиваются работники трубоэлектросварочного цеха номер 2. В первую очередь для трубной электромышленности – это шум. Шум, скажу вам сразу, это как радиация. Вот сколько завин наберете, столько у вас и останется. Если 7 лет проработать в цехе и не защищать свои уши, то в этом случае вы можете заработать, или работники наши могут заработать, профессиональное заболевание, такое, как неврит слухового нерва. Это заболевание не лечится. Все, что касается непосредственно производства труб, то здесь бразды правления были переданы заместителю начальника цеха по технологии Владимиру Заварухину. Он вкратце проинформировал школьников о том, какие трубы производят в цехе. Пояснил разницу между сварными трубами и бесшовными. Для информации Владимир Ильич сообщил девятиклассникам, что сегодня в цехе трудится 1074 человека. На одну треть коллектив молодой. Средний возраст работников – 38 лет. То есть мы получаем штрипс, металл, рулонный металл, этот металл сворачиваем, свариваем и получаем круглые трубы. В отличие от ТПЦ-1, где трубы получаются бесшовные. Ну вы, наверное, там побываете, посмотрите все вместе. Сначала придем у нас. Наш цех огромный. На нем 6 основных участков. Это трубы для сварочной станы. Три участка подготовки металла – это агрегаты подольной резки, которые занимаются порезкой металла именно для наших станов. Первый участок, который посетили школьники – агрегат продольной резки. Цехи таких три. Именно отсюда, пояснил Владимир Заварухин, металл поступает непосредственно на участки изготовления труб. Минимальный диаметр изготавливаемый в цехе трубы – 22 мм. Максимальный – 530 мм. Девятиклассники с интересом наблюдали за процессом изготовления труб. В большинстве своем ребята ни разу не были на промышленном производстве. А вот Григорий Балаян с производством немного знаком, только нетрудным. Вот на производстве глушакного завода, где глушаки производят, в УПК. УПК был. И на Северском трубном заводе, на самом главном. Там на экскурсии тоже был. Там где это, как его, музей где еще. Вот в музее там был, понравилось, очень хорошо сделали. Хорошо, правда, шумновато немножко. Познавательно, познавательно. То, что, как производят трубы, ни разу не видел этого. О выборе профессии до сегодняшнего дня Георгий всерьез не задумывался. Хотя, признался, школьник не исключено, что свое будущее он свяжет с Северским трубным заводом. Сегодняшняя экскурсия произвела большое впечатление и на его одноклассника Дмитрия Булатова. Шумно. Классно. В общем, цех по производству сварных труб не оставил равнодушным никого. Возможно, в ближайшие годы ряды трубников пополнятся именно этими сегодняшними выпускниками школ. А такие познавательные экскурсии на Северском трубном заводе станут доброй традицией. Татьяна Усынина, Евгений Просиков. Новости нашего города.